Здравствуйте, дорогие друзья! Портал exeged.ru отвечает на ваши вопросы. И пришел следующий вопрос. Почему церковь пассивно относится к тому, что в школах не изучают Слово Божие? Ведь Россия – исторически православная страна, и церковь должна растить свою паству с юного возраста. Наверное, мой ответ кому-то покажется даже странным, но я даже радуюсь тому, что в школах не изучают, ну, в светских школах, в обычных, не изучают Слово Божие. Ведь смотрите, Христос сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Но ведь Христос сказал апостолам, а не всем подряд. И апостол Павел даже пишет, все ли апостолы, все ли учителя, все ли пасторы, все ли целители. Для того, чтобы проповедовать Слово Божие, нужно обладать или апостольским даром, миссионерским, или учительским. Далеко не каждый учитель может проповедовать Слово Божие, даже если он верующий. Потому что если Слово Божие или Закон Божий преподают скучно, то это идет во вред. И мы будем воспитывать только атеистов. Хочу привести вам пример западной некоторой страны, ну, предположим, Австрия, где в школах, в большинстве школ, обязательно изучают Закон Божий. Если не ошибаюсь, по-моему, два раза в неделю. И мы видим, что Австрия от этого не становится христианской стороной. Она, скорее, постепенно, если уже не скатилась, но, по крайней мере, скатывается в атеизм. Так что дело не в школах, а дело в семье. У нас проблема в том, что люди перекладывают на светские школы, на церковно-приходские, там, воскресные школы ответственность за воспитание собственных детей. Родители сами, папа с мамой должны воспитывать своего ребенка. Это касается том, что и воцерковленных. Как часто мы сегодня замечаем такую грустную картину, когда папа верующий, воцерковленный, мама верующая, воцерковленная, а ребенка не воспитывают, а отдают в воскресную школу. И в итоге, когда ребенок вырастает и не хочет ходить в храм, то родители его думают, ну, это просто переходный возраст. Нет, все-таки здесь и вина родителей тоже есть. Если ты вместе со своим ребенком постоянно проводишь время, если именно личным примером показываешь, что Бог есть любовь, то обычно дети также вырастают церковными людьми. А если мы постоянно будем перекладывать это все на школы, то, поверьте мне, какой бы ни был бы замечательный преподаватель в воскресной школе или в светской школе, он все равно не может подарить ту любовь, которую могут подарить только папа с мамой. Поэтому не будем перекладывать ответственность на школы, а будем сами воспитывать собственных детей. И если мы это будем делать, то надеюсь, что в будущем мы сможем смотреть на нашу страну, точнее, на будущее нашей страны оптимистично. Помоги, Господи.